МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При поддержке энергетической компании ДТЭК. Дружба! Дружба! Когда позволяет погода, малыши Зеленодольского детсада Росинка занимаются на улице. Совсем недавно родители установили яркий игровой комплекс. Теперь во время прогулки дети учатся считать, закрепляют цвета. Левый, желтый, сын! Молодцы! Умнички! Молодцы! Нужный для развития элементы выбирала воспитатель Екатерина. Она же и предложила родителям поучаствовать в конкурсе «Город своими руками», благодаря которому можно выиграть 20 тысяч гривен на благоустройство. Ну, никто, если честно, то никто с родителей не верил в это. Ну, мы на энтузиазме с моей коллегой Аней Владимировной, давайте поучаствуем, давайте. Ну, они согласились, и вот сейчас, благодаря папам нашим, спасибо им огромное, они очень большую, конечно, роль сыграли. Решили, даже если в конкурсе не выиграют, все равно что-то нужное и познавательное создадут для детей своими руками. Папы вкапывали шины, мамы раскрашивали их. Сделали не просто ограждение для будущей площадки, а мини-энциклопедию насекомых. Вот у нас, какое насекомое? Божья коровка. Божья коровка. А здесь какое насекомое? Божья коровка. Нет, это, наверное, какой-то колорадский жук. Да? А это? А это? Оса. Оса, правильно. При помощи шины бревен сделали ярких жирафов. Дошли руки и до старой ржавой машины. В этом авто папы поменяли кабину, сделали новые скамейки и раскрасили в яркие цвета. Теперь это любимое место для спевок. Работа немалая проведена. Благодаря родителям, конечно, что они отозвались. Такое время, когда всем не хватает времени, все заняты. Но, тем не менее, у нас получилось. Получилось и выиграть на конкурсе. Закупить современные элементы. Задача, как можно больше времени проводить на улице, выполнена. Возвращаться в группу детям не хочется. Раз, два, три. Опля, молодец. В этом же детском саду Росинка идет работа над еще одним проектом конкурса. Получить мини-гран ДТЭК смогла и вторая инициативная группа. Родители предложили реанимировать спортзал. Последние годы он был просто закрыт. Помещение считалось аварийным. Мамы, папы и воспитатели взяли на себя сложную работу по ремонту зала. А спортинвентарь закупили за счет мини-гранта. Что касается игровых модулей. Здесь вы видите игровой спортивный конструктор, который нужен детям на физкультурные занятия. Здесь также вот видите дуги, цилиндры. Еще их называют беличье колесо. Это все эстафетные игровые модули, которые нужны детям для старших и средних групп. Кроме того, приобрели мягкие лабиринты, мячи, сетки на окна и тренажеры. Каждый тренажер отвечает за определенное развитие мышц ребенка. Когда спортзал заработает, деткам будет весело и в помещении, добавляют воспитатели. Если дождь или морозы помешают выйти на улицу, ребятишки смогут прыгать на мячиках в зале. Конкурс «Город своими руками» охватывает семь областей Украины. Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Винницкую. В городах присутствия компании «Детек» объявляется прием заявок. А затем выбираются победители, которым вручается до 20 тысяч гривен на реализацию проекта по благоустройству города. На Западной Украине объекты «Детек» – теплые электростанции. В Прикорпатском Бурштене один из проектов конкурса презентовали во время празднования Дня города на стадионе. В местном авиакружке изготавливают модели спортивных и военных самолетов. Этим занятием увлекаются и школьники, и взрослые. В этом году руководитель кружка подал заявку на конкурс «Город своими руками». И авиамоделисты получили 13 тысяч гривен на приобретение новых моторов и запчастей. Это уже Львовская область. В конкурсе могли участвовать селяне в окрестностях Добротвора. Галина быстро перебирается через реку Южный Бук по пешеходному мостику. В общем, все люди на базарку, куда в лекарню, например, вот видите, у меня зуб спух, я села на лоскат и поехала в поликлинику. Мостик в народе называют кладка. В 98-м году его сложили из труб на понтонах. Покрытие сделали деревянным. С годами доски прогнили, и кладка стала опасной. Тут аварийная была деревянная подлога, местами проваливались целые дужки, и что? Можно было, даже если научить, что можно было провалиться. А сейчас это люкс. Ремонт организовал Петр Росоловский. Выиграв деньги на конкурсе ДТЕК, громада закупила металлические листы и краску. Петр и не ожидал, что к ремонту подключится большое число людей. Проблема оказалась важной, и решить ее захотели жители сразу трех сел. Батьки с детьми фарбовали кладку, дорослі помогали в ремонті, с вареними работами, проложили дуже багато усилий. Основная часть наших людей працює на станции Добротверский ТЕС, на предприятиях, навчание, дети ходят в средню школу, училище, которое находится в селе Добротвер, это своєридная дорога життя для нашей громади. Я надеюсь, что этот проект не останний, а перший, и компания ДТЕК будет спільно працювати спільно с громадою Селецької, сельской радой для выражения інших социальных проблем. Раскрасить перилом национальные цвета предложили школьники. Дети справились с заданием за полдня. Теперь кладка и красивая, и надежная. В Добротворском музее одну из комнат готовят к ремонту. Стоп, хлопцы, а мы давайте тот стиль накроем вот этим. Директор музея на общественных началах, работник ТЕС Владимир Брыкайло, выиграл 10 тысяч гривен на ремонт потолка и создание новой экспозиции. Ремонт помогут сделать коллеги. Музей создавал отец Владимира Иосифовича. Сын перенял семейную эстафету. Старается не пропустить ни одно важное событие в Украине. Тут будут висеть фотографии наших местных, которые были на Майдане и, возможно, были поранены их фотографии, их семей. Тут будет такая экспозиция своего рода барикада. Я уже замолил, что там не принесут щиты, каски. Тут сделаем ежака, сделаем крючим дротом, обмотаем. В основном, все атрибуты, которые были на Майдане, мы хотим их сюда принести. Стенд с фотографиями Небесной Сотни уже готов. Осталось экспозицию дооформить и разместить в отремонтированном зале. Владимир Иосифович гордится каждым экспонатом в Добротворском музее. Рассказывает, что люди охотно приносили вещи из своих сундуков. Теперь школьникам здесь могут показать, как выглядела старая украинская хата. Это экспонат. Я в нем еще спал. Народный музей собирается участвовать в конкурсе «ДТЭК» и в следующем году. Идею Владимира Брыкайла достаточно. Добротворские футболисты тоже оказались среди 23 победителей этого года. Всего на конкурс в районе было подано 38 заявок. Футбол – игра популярная. И местной команде жюри не отказала. Выделили небольшой, но нужный грант. На 5000 гривен команда купила мячи, рукавицы для вратаря и сетки на ворота. Материально-техническая база команды потребовала серьезного нового, потому что были старые сетки. Были такие моменты, что мяч был и перелетал на сетку, и не знали, есть гол или нет. Мальчики наши, когда слышали такую поддержку из стороны «ДТЭК», они очень тушились и сказали, что будут сейчас добывать дальше футбольные победы. На выходных команда будет участвовать в благотворительном турнире. Средства, собранные во время игры, перечислят украинской армии. На местных соревнованиях собирается много людей, рассказывают футболисты. Приходит очень много детей. Участникам конкурса в Першотравенске и дождь не помеха решили работать при любой погоде. Жители этого двора устанавливают карусели и рассыпают песок на детской игровой площадке. Только вот покраску отложили. Командир в мужской бригаде Елена Горошко. Лучше всех знает, в какое место нужно поставить карусели. Давай лопаты. Лопаты. Да, вот подкидай песочек под карусели. Помогают соседи-шахтеры. Отработали смену и стараются на благо детей. Все смазать, чтобы хорошо крутилось, чтобы долго вечно было. Дочь Константина, полуторагодовалая Лидочка, первой пробует покататься. Ой, какой довольный. Да какая же довольный. Да? Заняться обустройством детской площадки жителей двора сподвигла Елена Горошко. Мужчины признаются, сначала делать ничего не хотелось. Тем более оформлять документы для конкурса. Поначалу я как-то был, ну не очень, а потом когда попробовали, присели, подумали, начали делать, и оно втягивает, и как-то так решить легче становится. Все-таки знаешь, что дети здесь твои будут кататься, играться, и оно приятно на душе, чтобы ты хоть что-то сделал своими руками, после тебя останется какой-то след. Была сначала паника, не верили мы, что у нас получится, вот, собрать документацию, приготовить проект, вот, собрать финансовую, составить смету. Ну, ничего, сели, одна голова хорошо, а две лучшие. Сели вместе, вместе, и началось, еще неплохо и получилось. Поставщики оборудования немного подвели, рассказывает Елена. Привезли не все качели. Пока их ждут, установили детский столик, горку и лестницу. Вот это вот мы установили уже мишка, вот, мишка-лесенка. Это вот для самых маленьких. Будут они тут прыгать, лазить, и сюда в дырочки вылазить. Украшать двор жители начали еще весной. На площадке сгорело дерево. Женщины вышли убирать мусор. Тогда и подумали, что можно посадить цветы, привезти песок, сделать песочницу, фигурки из пластиковых бутылок. К работе подключили мужей и детей. Резали, клеили, рисовали. В результате двор занял второе место в городском конкурсе «Сказочный двор». Вдохновленные результатом подали заявку и на конкурс «Город своими руками». Теперь видят результаты уже второго проекта. Все получилось. Дети довольны, родители тоже довольны. Еще хочется тренажеры спортивные поставить. Вот это тоже вот такая, хотелось бы, тренажеры для старшего подрастающего, для себя, можно сказать так. А так все своим трудом. И пенсионеры, и инвалиды выходили, помогали даже песок раскидывать, и мусор убирать. И детки приходили маленькие, тетя Лена, что вам помочь, и граблями тут. Ну, в общем, молодцы. Открывать площадку собираются в октябре. Елена хочет устроить настоящий праздник с подарками для детей. Многое на площадке сделано и их руками. При поддержке энергетической компании Детек.